Громко хлопаем, топаем и кичем! Детский смех и веселье. Такое встретишь не в каждом бийском дворе. Игровая площадка в районе вокзала это место, где собираются дети и подростки со всей округи. Инициативные горожане здесь регулярно проводят развлекательные программы. Вот и сегодня праздник в честь открытия спортивного уголка. Дети счастливы, родители в восторге, прохожие вообще кайфуют. Очень здорово, молодцы придумали. Хоть какое-то развлечение еще, кроме детских качелей. Ну я думаю, что наш папа будет сюда ходить и тренироваться. Идея установить уличные спортивные тренажеры родилась еще весной, когда бийчане с депутатом АКЗС обсуждали вопросы благоустройства детской площадки. Инициатива исходила от депутата Андрея Абрамова. Он предложил в нашем дворе устроить спортивную площадку, оборудовать ее спортивными тренажерами. Для этого необходимо было финансирование получить. Он предложил поучаствовать в грантах. Бийчане на конкурс муниципальных грантов отправили сразу две заявки и выиграли. В общей сложности 35 тысяч рублей. Но этого оказалось недостаточно. Поэтому на общем собрании жильцы решили добавить собственные средства. Кроме того, с финансированием помог депутат Алтайского краевого законодательного собрания Андрей Абрамов. Основная мысль, если люди сами что-то делают, депутат всегда помогает. Я вот стараюсь придерживаться этого принципа работы. Реализация проекта по установке спортивных тренажеров обошлась в 90 тысяч рублей. Оборудование выбирали наиболее функциональное, чтобы во время занятий было задействовано как можно больше групп мышц. Мы решили использовать обязательно на мышцы спины, это обязательно упражнение на мышцы ног и комплексный так называемый элипсоид, где задействованы все группы мышц абсолютно человека. Ну и пресса это естественно, ну такой дополнительный тренажер, который важен в любом комплексе. На достигнутом здесь останавливаться не собираются. Бейчане намерены принять участие не только в муниципальных, но и краевых конкурсах грантов. Следующий объект, который появится в этом дворе, будет мини-футбольное поле. Кроме того, общественники планируют установить еще несколько спортивных тренажеров. Евгений Плохотин, Иван Зяблевский, специально для программы «День с толком».